Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас интересная колода. С одной стороны, она такая достаточно мультяшная, потому что она по мотивам сериала и по мотивам определенного литературного произведения. Была создана эта колода, которая была мне подарена на день рождения Надеждой, за что ей огромная благодарность. Есть еще колоды, которые были подарены. Пока что была катастрофическая нехватка времени. И есть колода, достаточно сложная, которую бы хотелось изучать более пристально, уделить ей время. Поэтому некоторые обзоры будут задерживаться. Но я думаю, что в принципе рано или поздно мы встретимся со всеми интересующими колодами. Давайте смотреть, как упаковано. Гуду Мэнс, хорошие демоны. И вот как это выглядит. Вообще очень красивая упаковка, очень качественная коробка. Внутри здесь у нас тоже рисуночки симпатичные. Ну и давайте смотреть, что же у нас здесь. Во-первых, чудесная книжка по исполнению. Я могу сказать, что качество великолепное. Она с цветными арканами. То есть мне почему нравятся книжки, вот именно МБКшки с арканами, которые изображены. Потому что можно не брать с собой колоду, допустим, ты можешь присесть на диван или улечься, допустим, на кровати, просто листать книгу, понимая, как выглядит этот аркан, соответственно, читая к нему аннотацию, то, что дается в книге. Для меня это очень много значит, поэтому, ну, в принципе, я считаю, это оптимально. Но не все издательства, не все авторы идут на эти траты лишние, дополнительные, которые могли бы дать нам возможность наслаждаться вот такими вот практически произведениями искусства. Ну, вот так я думаю, что все рассмотрят в целом название колоды на заставочке. Очень красивая рубашка, опять же, замечательная и просто, ну, это здесь изображение портала из сериала. Я скажу честно, то есть, чтобы расставить все точки над ее, я сериал не смотрела, но я прочитала руководство, я какие-то отсылочки тоже, которые касаются самой книги Терри Прачта, почитала и немножко уделила все-таки внимание предыстории этой колоды. По мотивам книги «Благие знамения» одноименному уже сериалу Нила Геймана и Терри Прачта. Поэтому здесь вот о мальчике, который родился демоном, и вот он должен был бы вырасти тем, кто спалит и на сотню мелких хомячков разрушит землю, но что-то пошло не так. Не буду спойлерить, потому что, может быть, кто-то после просмотра этой колоды решит посмотреть сериал. Ну, в любом случае, здесь качественно хорошая коробка, берем, чтобы не мешала. Великолепно, то есть, видите, у нас продумано, как все. И книжечка здесь лежала, и вот мы открываем раз, книжечку удобно взяли, положили два, колода у нас тоже весьма и весьма удобно вышла. Вот такая вот история, кто у нас здесь остался. А никто не остался, это просто у нас красивый на дне рисунок колоды. Эта внутренняя часть, она тоже вытаскивается, вот она. Но мы этого делать не будем, потому что нет в этом никакого смысла. Очень красивая, замечательная здесь у нас рубашка. Прислушайтесь к мудрости Кроули, Азерафаэля, Адама, Анафемы, Гаджет и других персонажей благие знамения, которые встретятся вам в этой потрясающей колоде. Ну, вот сегодня и будем изучать. Еще здесь есть такой нюанс, что, во-первых, представлены персонажи данного литературного и сериального произведения, но еще здесь масти названы совсем не так, как в классике. И в этом тоже мы будем разбираться. Давайте начнем. И начнем мы, естественно, с карты Дурак. Это главный герой книги. Ну, собственно, здесь путешествие самого глупца у нас идет. И первая карта Дурак. Дурак олицетворяет кого-то, кто подобно Адаму Янгу отправляется навстречу новому приключению, хотя не опытность. Ну, видите, по-английски Адам называют обычно. У нас все-таки больше принято Адам. Поэтому вы можете как угодно, как вы хотите ставить ударение. Я сериал не смотрела. Я не знаю, как переводчики до нас доносят это имя. Поэтому я по привычке, по классике для русского языка буду говорить Адам. Но я подозреваю, что все-таки в английской транскрипции это звучит как Адам. Но в любом случае не будем придираться к мелочам. Я думаю, что вообще есть многие люди, которые не в курсе этого сериала, как и я была до того, как мне подарили эту колоду. Опять же, подарок. Да, мне прислали финансы, на которые была куплена эта колода. Но, честно сказать, я сериал не смотрела. Поэтому, опять же, разбиралась с нуля во всем. Вы отправляетесь в путешествие, которое изменит вашу жизнь. И вас ждет путь самопознания, полных взлетов, падения, возможно, даже ангелов и демонов. Ну, логически здесь, смотрите как. Приводится объяснение по самой карте в прямом положении, в перевернутом положении. Я не буду затрагивать перевернутые положения, потому что вы знаете отлично, как я отношусь к трактовкам именно карт в перевернутом положении. Потому что я их не использую. Я уже объясняла свою логику данного решения. Не потому, что мне трудно дополнительно выучить какие-то другие значения. Просто потому, что я считаю, что если вы делаете расклад, и у вас в колоде, которая вся нормально лицом, да, вот и вверх головой вниз ногами перетасована, вдруг какая-то карта переворачивается. То есть вы, например, тасуете колоду, и вылетает на позицию, например, перевернутая императрица. Вы понимаете, что если беременная к вам обратилась, то могут быть проблемы с беременностью в данном случае. Или у человека с матерью плохие очень отношения, или есть какая-то проблема. Либо это ситуация с супругой. То есть вот все это, или непринятие своей функции, своей роли как жены. Это тоже может быть, но это уже индивидуальные истории, и тогда на них внимание надо обращать. А когда вы просто листаете книгу, и ничего у вас не переворачивается, достаточное количество сочетаний карт и значений каждого аркана для того, чтобы трактовать расклад грамотно и уникально для каждого индивидуально обратившегося человека. Далее здесь тоже по классике говорится, что не отказывайте себе в удовольствии с головой окунуться в новое предприятие. Удалите свою жажду приключений. Неопытность Адама может порой подтолкнуть его к необдуманным действиям. Например, вызвать четырех всадников апокалипсиса, при этом успешно игнорируя отчаянные мольбы друзей и не приближать конец света. Путешествие, в которое она отправляется, в итоге преобразует и приносит чувство удовлетворения. Ну еще у нас один момент. Карты не очень хорошо гнутся. То есть здесь картон хорошего качества, он плотный. Ничего не могу сказать. Но у карт не очень большая эластичность такая. То есть есть ощущение, что может случиться в какой-то момент надлом. В этом случае классика итальянская Лос Карабеевская. Дежурная панда нам сегодня выдала послание в пешее эротическое арканам. Ну а мы смотрим дальше. Давайте посмотрим по размеру. Высота немножко на миллиметра полтора выше у новой колоды. Ну и по ширине на полсантиметра где-то, как бы не больше. Колода тоже пошире. Вот такая вот история. То есть они побольше, чем Лос Карабеевские колоды. Буду вот так откладывать рядом карты для того, чтобы вы могли наслаждаться, соответственно, и разглядыванием рубашки. Далее я буду рассказывать, на каком аркане изображен какой персонаж. Потому что те, кто, например, смотрели этот сериал или читали книгу, они будут понимать, о ком здесь идет речь. Далее у нас Мак. Хитрый, целеустремленный мастер воплощений. Такой, как разносторонне одаренный медиум Мадам Тресси. Мак. Человек, ориентированный на действия, который использует свои врожденные таланты для создания той жизни, которой он хочет жить. В какой-то мере, да. Единственное, что мне не очень нравится, что здесь женщина. Но, с другой стороны, в современном мире активность, инициативность, и не про сексуальные связи, а в целом про инициативу для того, чтобы достичь чего-то в жизни. Это то, что сейчас могут делать и женщины. И то, что было, конечно, чудовищным еще, казалось бы, 300 лет назад. Да даже и 150 лет назад. Давайте дальше смотреть. Верховная жрица. Здесь у нас мудрая, одухотворенная фигура с развитой интуицией. Такая же, как Агнеса Псих. Автор книги «Превосходные и недвусмысленные пророчества Агнесы Псих-Ведьмы». Ну, сама ведьма, да, она может по Верховной жрице проходить. Но обычно все-таки Верховная жрица у нас ассоциируется с более юным возрастом, нежели здесь, да, вот у нас изображенная дама. Но как функционал ведьмы, да, может показывать. Верховная жрица призывает вас соединиться со своей интуицией. Возможно, вам доступна сакральная тайная информация, которая в конечном счете предотвратит апокалипсис. А может быть и нет. Но одно, несомненно, ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас. Но в целом здесь не только внутри нас или в незамечаемой нами информации, которую мы не смогли в какой-то момент считать. Карты, кстати, достаточно темные. Я думаю, что вы это можете видеть периодически. Нарисована, похоже, на трансвестита у нас императрица. Ну, уж извините, язык мой, друг мой, поэтому буду говорить, что думаю. Материнская заботливая фигура. Во многом похожа на Дейдре Янг, мать Адама Янга, самого Антихриста. Ну, здесь, да, это один из второстепенных персонажей в книге и сериала. Это мама, но на руках у нее, соответственно, изображается сам Адам. Прямое положение, доброта, забота, воспитание. Вот ваши главные приоритеты сейчас. Это может быть забота о себе и о тех, кто зависит от вас. Ну, вы знаете, пока что я вам могу сказать так. Трактовки вполне себе адекватные. И пока что я радуюсь. Ну, были, конечно, какие-то эпик фейлы. Я о них, наверное, буду уже по ходу обзора говорить. Далее у нас Император. Ну, естественно, здесь вот у нас отсылочка. Император – фигура, уважаемая представитель патриархальной власти, которая ожидает от окружающих только лучшего. Подобно Архангелу Гавриилу. То есть отсылочка к этому персонажу. Вокруг мы видим нимб, вокруг его головы. Но смотрите, вокруг кабинет огромное количество книг. То есть человек является тем, кто обладает действительно многими знаниями. И у него есть база, на которую он может опереться. У Императора нет ни времени, ни терпения на капризных и свободомыслящих ангелов. Эта карта советует вам оставаться дисциплинированным и придерживаться проверенных методов выполнения работы. Ну, в принципе, да, бывает такое, что Императора для того, чтобы его на инновации какие-то уговорить, нужно, уж не знаю, как подмазать и объяснить, и какие логические доводы привести. Зависит от самого Императора, потому что бывают правители дома и других каких-то сфер взбалмошные, а бывают более такие вот мягкие. Несоответствие или отклонение от заданного пути сейчас приведут только к неприятностям. Так, далее Иерофант у нас, давайте посмотрим. Ну, смотрите, здесь вот у меня ассоциация с волхвами, когда младенец в люльке, да, у нас находится. Но никак не с Иерофантом, по сути, своей, потому что должен все-таки быть кто-то один. Однако, давайте смотреть, здесь Иерофант выступает как представители религиозного или какого-то другого течения. Неумолчный орден Святой Бериллы – это организация, которая уважает иерархию и традиции, как и Иерофант. То есть вот поэтому изображены здесь несколько сразу же товарищей или товарищек. Пришло время слушать и учиться у тех, у кого больше опыта, чем у вас, будь то на работе, школе или в сатанинском монастыре, вы находитесь в идеальном положении для того, чтобы впитывать ценные знания и уроки, которые будут иметь решающее значение для вашего продвижения в жизни. Ну, здесь, да, классическое обучение, учебные заведения как таковые, да, естественно, могут отображаться. Далее у нас влюбленные. Ну, вот к улюбленному у меня все-таки вопрос был. Давайте-ка мы засветлим немножечко, чтобы, может быть, вам было хоть как-то это видно. Не, особо не светлится, но в любом случае. Все просто замечательно. Карта влюбленных символизирует гармоничный, чудесный, взаимовыгодный союз, прямо как отношение Кроули и Азера Фаэля. Вы просто светитесь, вам удалось остановить удивительную, поистине чудесную связь с кем-то очень важным. Все кажется, осмеюсь так выразиться, волшебным. Независимо от того, является ли это связь с тесной дружбой или романтическими отношениями, ясно одно, вас свела сама судьба. Карта влюбленных несет в себе элемент выбора. Решитесь ли вы сохранить это божественное партнерство, несмотря ни на какие адские осложнения, или вы сдадитесь и позволите внешним обстоятельствам разлучить вас. Ну, скажу вам так, честно скажу, это однобокая трактовка влюбленных, потому что с одной стороны здесь выбор, да, он может быть, здесь вроде как черное и белое притягиваются, но здесь нет третьего персонажа. То есть вроде бы разлучающий фактор есть, но он в самих людях здесь присутствует. То есть здесь у нас не люди, а ангел и демон. Поэтому я бы сказала, однобокая трактовка, хотя про выбор упомянули, уже неплохо. Не хватает еще одного персонажа. По влюбленным далеко не всегда кто-то ангел, кто-то демон. Это бывает редко в чистом виде. Очень перемешаны краски обычно по данному аркану. Далее у нас колесница. Адам мчится на велосипеде с собачкой своей. Колесница символизирует импульс, действие, принятие ответственности за свою судьбу, как это делает Адам Янг, пока мчится на велосипеде по кавиабазе в Татфилде. Кульминацией этого события становится противостояние Адама и его отца Сатаны и предотвращение Армагеддона. Ну да, чтобы Армагеддец не случился, пацан едет спасать мир у нас. Прямое положение. Пришло время прибавить ходу. Перед вами ответственная миссия. И сейчас все события развиваются стремительно, как никогда. Независимо от того, спешите ли вы к друзьям на авиабазу в Татфилде, чтобы встретиться лицом к лицу со своей судьбой или предпринимаете некие действия другого характера, колесницы советуют вам сосредоточиться. Ну, в целом, нормально, адекватная здесь трактовка. Опять же, я могу сказать, что в маленькой здесь, видите, на страничку даются трактовки на одну страничку. И, соответственно, ну, вся глубина аркана не может быть раскрыта на таком маленьком участке бумажечки нормальным шрифтом. Но, в любом случае, в целом, пока что какие-то фрагменты трактовок вполне себе адекватны. Хотя колода, конечно, специфическая такая. Далее у нас идет сила. Так, олицетворяется страдательное лидерство, храбрость, внутреннюю силу. Здесь Адам противоречит своему отцу, самому сатане. Этот бой не выиграть с помощью мускулов и мощи. Подобно Антихристу, вам придется использовать доброту, ум и внутреннюю силу, чтобы спасти положение. Ну, опять же, я прошу тех, кто религиозный, хотя непонятно тогда, если они считают, что Тару – это неправильно, что они тогда делают на канале. Но здесь вот просьба такая. Не надо с Библией полностью ассоциировать, потому что, я еще раз говорю, это не по Библии написано. Это по фантазийной книге Терри Пратчета и, соответственно, его сонописателя. Поэтому здесь, пожалуйста, не нужно религиозных каких-то ввертывать, начинать вещей. Мы это как художественное произведение воспринимаем. И если человек так это не воспринимает, просто ему не нужно покупать эту колоду. Ну, можно тогда и не слушать обзор. Сила проявляется во многих формах. Вам не обязательно быть самым большим, мощным или крутым, чтобы выйти победителем. Ну, да, далеко не всегда физическая сила является основой для победы. Далее давайте посмотрим у нас Отшельник. Отшельник – это одинокая фигура, которая любит все делать по-своему. Пришло время… Здесь у нас Демон Кроули. Пришло время последовать примеру Кроули. Вернитесь в свое брутальное логово и наслаждайтесь своей собственной уединенной кампанией. Ну, здесь вот про размышления. Время классиков в целом по Отшельнику. Колесо Фортуны. Здесь мы можем увидеть, что у нас как раз-таки вот начертание того же портала. Даже самые тщательно продуманные планы, самые лучшие круги, нарисованные мелом, подвержены капризам судьбы. Колесо Фортуны олицетворяет божественное предназначение и неожиданные перемены. Но здесь конкретно нарисована ситуация, когда в конце концов ваша удача изменит вам. Вы окажетесь в неудачном положении, например, как Ази Рафаэль, который случайно наступает на все еще работающий портал, расположенный под ковриком в книжном магазине и невольно переносится обратно на небеса. Ну, здесь знаете о чем скорее? Что может случиться всякое, если оно вам предначертано. Иногда, конечно, судьба может сделать всякое с нами без смс и регистрации. Давайте посмотрим далее. Справедливость у нас. Точно как же, как не прелюбуй и сотвори, пульс эфер ведет разъяренную толпу горожан коттеджу Агнесы Псих, чтобы сжечь за колдовство. Карта справедливость представляет собой причину и следствие. Ну, я вам скажу так. Далеко не всегда соответствует причина следствию. И далеко всегда они неравноценны и неадекватны друг другу по этой карте. Аркан вообще справедливость один из самых сложных в трактовке. Имеет огромное количество тонкостей. Да, может абсолютно классически ложиться, как судебное разбирательство. Или приговор какой-то в сочетании с другим арканом. Да, может быть и так. Но это очень просто. Но когда вы смотрите, например, не судебные какие-то мероприятия, не судебные разбирательства между людьми, а, например, личные взаимоотношения или настроения на работе, то может удивить вас, в каком значении выпадет эта карта. Прямое положение. Ну, а нам других и не надо. Каждое действие имеет свои последствия. Но здесь, понимаете, другая карта является последствием, результатом. Это чуть-чуть про другое все-таки. Иногда даже ведьмы с самыми лучшими намерениями оказываются в затруднительном положении. Не позволяйте сожалениям поглотить вас. Лучше поразмышляйте о том, как действовать дальше. Ну, советы такие тоже. Однобойкие ощущения, что сами авторы, ну, здесь не очень хорошо понимают этот аркан. Хотя, вот смотрите, давайте вернемся, сделаем маленький перерыв про автора. Автор Минерва Сигел, писательница-публицист второго, консультант по картам второго и практикующая ведунья, которая живет в викторианском доме Милуоки, штат Висконсин, вместе со своим угрюмым мужем Тельцом, со сцедентом в деве их разношерстной сворой собак. Минерва является также автором еще нескольких книг, и она инвалид-колясочник. Хотя физическое тело имеет ограничения в нашем потенциале, естественная свобода и сила. Иллюстратор у нас Лютиен Лиергаст, известные также как Джаб Бервик, Квир Персона, иллюстратор-самоучка из Тасмании Австралии. Они часто изображают фантастических существ, вдохновленных анимацией стоп-моушен и кукольным театром. Их работы ломаные, хитроумные, отражают всю сложность истинной природы вещей. Ну, кстати, да, на кукольный театр даже чем-то похоже. Я еще думала, что же мне напоминают периодически вот эти моменты. Но вы знаете, сразу же понятно, что писал человек все-таки, имеющий прямое отношение к Таро, эти трактовки. И мне все-таки нравится, что здесь можно что-то подчеркнуть реально из этого мануала. Повешенный. Тот, кто оказался застегнутым врасплох, как герцог преисподний Хастур, которого Кроули заточил в своем автоответчике. Незапланированная задержка или сбой приводят при остановке работы. Воспользуйтесь ситуацией, взгляните на вещи с другой точки зрения. Примите эту задержку. Ну, здесь, да, здесь вот по повешенному как-то сопротивляться, пытаться вывести ситуацию в другую какую-то плоскость, что-то изменить. Ну, не совсем продуктивно, мягко скажем, будет. Далее у нас смерть. Олицетворяет собой серьезные переходы, трансформации. То, что выглядит как конец, может оказаться новым началом. Ну, да. Важнейшее условие жизни – трансформация. Никто из нас не остается неизменным вечно. Мы меняемся физически, эмоционально и по-другому. Примите этот важный период своей жизни. Карта служит напоминанием о том, что конец одного этапа часто становится началом нового роста. Ну, нормальная трактовка здесь по смерти идет. Далее умеренность. Ну, мне нравятся одухотворенные лица этих дам, которые такие здесь у нас изображены. На табако вообще, мне кажется, похоже. Ну, казаться мне может все что угодно. Умеренность. Няня Аштарот стремится склонить мага Даулинга к принятию зла, в то время как брат Франциск стремится внушить ему сострадание и доброту. Цель состоит в том, чтобы маг достиг того мирного равновесия, которое как раз таки и олицетворяет карта. Умеренность. Вы достигли здорового баланса в своей жизни. Прямо сейчас сдержанность, мягкость – это ключевое к вашему счастью и успеху. Ну, умеренность, она не всегда мягкая. Она может быть достаточно жесткой, но при этом спокойной. Это да. Далее у нас дьявол. Трактовка по классике олицетворяет порог, излишество, злоупотребление, искушение. Вы боретесь с искушением и пороком. Но у вашей власти больше, чем вы думаете. Хотя ваша ситуация может казаться ужасной. Главный посыл карты заключается в том, что вы контролируете ситуацию в большей степени, чем вам кажется. Ну, да. Причем, когда человек наоборот говорит о том, что да, я все контролирую, все нормально. Это как раз таки говорит о том, что он проигрывает. А вот иногда, когда человек напрягается, особенно зависимость, когда какая-то, например, и говорит, что да, я остановиться уже не могу, я там, допустим, без сигареты не могу даже 20 минут в дневное время. Это уже как какое-то понимание ситуации, уже хоть какой-то путь к конструктивному решению вопроса. Далее у нас башня. Давайте посмотрим. Олицетворяет непредвиденное несчастье, разрушение. Оплот вашей жизненной силы, то, что вы считали стабильным, надежным, неожиданно рухнул. Ну, не обязательно могло рухнуть что-то стабильное и надежное, иногда то, что может казаться тем, что может еще послужить. То есть по башне, конечно, обычно какие-то, как гром среди ясного неба, разрушение. Это вот из области, когда, ой, мы прожили там, допустим, 15 лет, и вдруг он от меня ушел, или она от меня ушла. Просто встала в одно утро и сказала, там, Виталик, я так больше не могу. Но здесь, знаете, в чем прикол? В том, что разрушение, оно начинается обычно заранее, просто человек его не видит. А вот это о внезапном. То есть там сбила машина, например, какие-то другие моменты. Такое ощущение, будто всепоглощающее адское пламя испепелило нечто, что казалось нерушимым. Ну, нормальная, адекватная здесь абсолютно трактовка тоже. В определенных ситуациях именно такое и может быть значение. Звезда, как и ангел Ази Рафаэль, является сияющим маяком надежды и добра. Недавно вы пережили трудную главу вашей жизни и все еще чувствуете себя слегка потрепанным и побитым после всего произошедшего. Она здесь о том, чтобы напомнить вам о надежде на светлое многообещающее будущее. Ну, не обязательно перед звездой все переживали какой-то тяжелый период. Как воплощение карты после башни. Да, если как путь именно глупца, как путь дурака брать. Но в жизни не всегда в раскладе это будет подтверждаться. Может быть, у человека реально все хорошо и в принципе он надеется на какое-то будущее. А может быть, он сейчас находится где-то в помещении на букву Ж и не может из узкого прохода никак вылезти. Но брежет уже какой-то свет в конце туннеля. Такое тоже может быть. Далее у нас Луна. Олицетворяет обман и иллюзии. Вещи не такие, какими кажутся в случае с четвероногим приятелем Адама Янга дьявольским цербером по кличке Барбос. Ну, то есть здесь вот такое, видите, называется маленькое туловище о четырех лапках. А на самом деле вон о чем внутри. Это как, знаете, когда с чихуахуа думают, что оно практически, не знаю, алабай, например. Луна советует вам доверять своей интуиции и оценке людей и ситуации. Ну, я вам скажу, что наоборот не стоит своей интуиции по Луне доверять. Потому что такого она интуировать может, что мало не покажется. Здесь ошибочная трактовка, конечно. Далее Солнце. Олицетворяет невинность, рано, степло, как и эти весело играющие в лесу хокбек. Ура! Эта карта взывает к торжеству. Вы счастливы, вас поддерживают. Что может быть лучше? Если эта карта выпала на вопрос о будущем, явный признак того, что добьетесь успеха. Ну, Солнце исключительно здесь с позитивной точки зрения представлено у нас. Однако, могу вам сказать, что не стоит так однобоко воспринимать карту Солнца. Даже если она в прямом положении. Но здесь зависит от ситуации, насколько она позитивно будет отыгрываться. Суд. Как и Дагон, требующий наказать Кроули за неверность по отношению к своим собратьям-демонам. Карта Суд – это призыв к возмездию и возможному отпущению грехов. Как бы он ни старался предать Кроули нечестивому правосудию, план провалился. Кроули вселяет страх Божий в демонов и получает отпущение грехов благодаря чудесному спасению, которое ошеломляет всех наблюдателей. И примите эту карту как призыв к обретению своего места в мире. Даже если ваша роль неординарна. Ну, узковата, но для вот именно небольшой такой книги, в принципе, трактовка нормальная. Тем более, здесь, видите, отсылка прямая идет к суду, который в сериале, в книге состоялся. Поэтому нормально. Далее у нас здесь мы видим Азерафаиля и Кроули, которые пьют шампанское. По крайней мере, чокаются им. Примите поздравления, вы подошли к концу захватывающего, а порой опасного путешествия. Может показаться, что вы прошли через рай и ад, но вы вышли из-за этого более цельным и состоявшимся человеком. Ну, теперь мы с вами будем разбирать младшие арканы. У них есть своя специфика. По мастям тоже я вам сейчас расскажу немножечко. Потому что у нас здесь все-таки немножко по-другому. Да, здесь они соответствуют стихиям, то есть вода, огонь и так далее. Масть ангелов у нас олицетворяет творчество, страсть, вдохновение и соответствуют масти огня, стихии огня. Ну, то есть это жезлы. Если брать, например, просто классическую колоду ойта, это у нас жезлы. Но смотрите, жезлы, хотя они как огненные позиционируются, они в голубом цвете представлены, им мне это не очень нравится. Хотя изначально ангелы и представлены даже в классических писаниях огненными существами. Ну, будем считать, что это тот священный огонь, который горит синим пламенем и не обжигает. Давайте так, просто остановимся на этом, потому что на самом деле, понятное дело, что масть демонов надо было прорабатывать, прописывать красным цветом, само собой. Ну, а тогда вопрос был, каким цветом ангелов все-таки прорисовать. Король ангелов олицетворяет решительного искусного коммуникатора. То есть это у нас получается, друзья, король жезлов. Вот так удивительно выглядит король жезлов. Тут, конечно, будет сложно не запутаться. Искусного коммуникатора, обладающего властью, такого как Метатрон, который практически у нас как Мегатрон, а это Метатрон, который также известен как Глаз Божий. Эта карта советует вам тщательно взвешивать каждое слово. Ваше обаяние вкупе с вашим стилем общения и взаимодействия с людьми способны придать вам необходимую силу, авторитет для достижения ваших целей. Ну, в целом, знаете как, с учетом того, что колода крайне необычная, все-таки и трактовки здесь будут от классики, наверное, отличаться. Королева ангелов, прямое положение, большая часть силы королевы ангелов. То есть здесь у нас королева жезлов, проистекает из ее уверенности в себе, подобно архангелу Михаилу Ауносу. Он у нас, да, такой вот, скажем так, как нынче это модно, андрогинный товарищ, у которого хватает изящества и самоуверенности, чтобы гордо вышагивать даже в сырой темной комнате полной кровожадных демонов. Королева ангелов говорит, что у нее на уме с таким флером авторитета, что немногие осмеливаются задавать ей вопросы. Ваше время блистать. Ну, я, конечно, знаете, как не очень согласна, что здесь все-таки Михаил, имя мужское, да. Я не люблю, когда на мужских арканах рисуют женщин, на женских мужчин, но здесь-то не совсем мужчина, это все-таки ангел, которого нельзя назвать мужчиной. Ну, конечно, не обошлось без нигерских историй здесь у нас дальше. И у нас рыцарь ангелов. Прямое положение. Рыцарь ангелов сосредоточенно ориентирован на действия, как архангел Урию. Позаимствуйте у него сугубо деловые амбиции, подкрепите свое видение будущего реальными действиями. Вы знаете, в чем заключается ваша задача. В божественном замысле пришло время взяться за дело и воплотить свои цели в реальном мире. Вообще не про рыцаря Жезлов, конечно, как-то так. Ну, рыцарь Жезлов, он как бы на действия ориентирован, но просто вопрос, насколько успешным будет это действие, насколько правильным. Паш Жезлов, он же Паш Ангелов у нас. Паш Ангелов энергичный, но неопытный достигатор. Вам не терпится приступить к новой захватывающей роли, прямо как Мюриэль, которую отправили на землю с ангельской разведывательной миссией. Далее у нас Тузы, вернее Тузы. Туз Ангелов это Туз Жезлов. Но смотрите, у меня не вызывает ассоциаций вообще здесь вот, да, с Тузом Жезлов. Потому что все-таки, ну, хочется чего-то более натуральных оттенков. И здесь вот больше похоже на Туз Воды. То есть какая-то эмоция, какое-то такое все завитое колечками и так далее. Прямое положение. Аллилуйя. Туз Ангелов открывает перед вами чудесный мир новых возможностей. Обилие возможностей дарит вам небывалый прилив сил. Ну, мне не нравится изображение на Тузе Жезлов. Двойка Ангелов. С небес Саракаэль. Ну, вот такое вот имя странное. Наблюдает за тем, как из земного шара поднимаются пурпурные перья, каждый из которых озлицетворяет чудо. Ваша карта желаний составлена. Цель четко определена. Но, кажется, вам нужно чудо, чтобы воплотить желаемое в жизнь. Чудо таких масштабов, что оно осветило бы эту небесную сферу подобно яркому фейерверку. Тройка Ангелов. Давайте посмотрим здесь у нас. Карта подготовки и роста. Готовите ли вы свою ангельскую армию к эпической битве с демонами? Или ваши цели чуть менее разрушительны? Ясно одно. Настало время воспользоваться возможностями. Давайте посмотрим. Четверка Ангелов. Здесь у нас хотя бы, видите, палочки встречаются, которые могут давать отсылку к жезлам. Хоть как-то. Хотя бы как-то. Символизируют новые этапы и торжественные мероприятия. Независимо от того, становитесь ли вы еще на год старше, готовясь к встрече к выпускникам, или вам только чудом удалось спасти мир от Армагеддона, очевидно, что небольшой праздник вам не повредит. Вы это заслужили. Пятерка жезлов. Да, похоже на пятерку жезлов. Здесь видно, что спор, здесь видно, что есть несогласие. Подобно тому, как Урил и Михаил борются за право занять место Архангела Гавриилова, оказались втянутыми в жестокую конкуренцию. Этот конфликт создает много хаоса и шума. Но здесь, друзья, еще раз хочу сказать, не надо делать себе отсылки какие-то к священным писаниям, очень серьезно к этому относясь, потому что все-таки мы художественное произведение имеем как основу того, что легло в создание колоды. Шестерка жезлов. Вы чувствуете себя на вершине мира. Вы в центре внимания. Пришло время насладиться заработанными таким трудом аплодисментами. Наслаждайтесь. Семерка ангелов. Она же жезловая. Ваша усердная работа удостоилась заслуженной награды. Однако не время терять бдительность, потому что вашей награде грозит опасность. Вы своего, и во имя всего доброго и святого, стойте на своем. Возможно, вам и не понадобится пылающий меч, но вложите его в свои силы и душу, в защиту того, что принадлежит вам. Вы можете потерять все, ради чего вы трудились. Но если человек, да, ничего не отстаивает и как бы игнорирует, нападения какие-то может и потерять в целом. Именно по этой карте. Восьмерка жезлов. Жизнь стала настолько стремительной, что вам кажется, будто она проносится мимо. Ловите момент. Девятка ангелов. Битва в самом разгаре. Речь идет о судьбоносной войне между ангелами и демонами или о будничных земных проблемах. Скоро все разрешится. Да хренушки, по девятке жезлов все скоро разрешится. Ого, сейчас. Так, десятка ангелов, десятка жезлов. Это очень напряженное время для вас. И впереди еще больше задач, головоломок и проблем. Подойдите к выполнению своих обязанностей со всей ответственностью. Ну да, здесь вот называется. Сперва сделал дело, гуляй смело. Сперва доделай то, что нужно, а потом уже отдыхай, развлекайся и как-то немножко разряжай обстановку. Король сосудов. Но я думаю, что вы уже сразу поняли, что сосуды это все-таки чаши у нас. И нет каких-то других трактовок. Но, честно сказать, я бы все-таки, наверное, чашам, я бы, наверное, либо чашам отдала бы голубой вот тот цвет, а это, наверное, на пентакль. Я бы все-таки зеленые вот эти оттенки с фиолетовым отправила бы. Подобно тому, как сержант армии Ведьмоловов Шедвил очарован заботой мадам Трейси с ее умением создавать уют, король сосудов олицетворяет эмоциональную заботу и сострадание. Ну, ладно, это все про позитивчики королей кубков. Дама кубков, она же королева сосудов, подобно доброй и заботливой мадам Трейси, которая приносит теплую домашнюю еду одинокому эксцентричному соседу холостяку, королева сосудов чутко реагирует на эмоциональные потребности окружающих ее людей. Ну, здесь, да, видите, тоже в основном с позитивной точки зрения почему-то считают, что если карта выпадает в прямом положении, то это только позитив. Если она переворачивается, то тогда может исключительно быть негатив. Но это не так. Вот, знаете, как в жизни не бывает черного и белого исключительно в каких-то причинах для поступков людей, в каких-то конфликтах. Бывает, что виноваты оба, они один хороший, другой плохой. Хотя и такое тоже встречается. Вот это наиболее частая вероятность. Поэтому так однобоко мне не нравится, когда трактуют. Рыцарь кубков у нас здесь. Кто же это у нас? Чувствительная натура, стремящаяся всем угодить, как Ньютон Пульцифер. Эта карта олицетворяет героический лихой архетип рыцаря в сияющих доспехах, на роль которого Ньютон, безусловно, подходит, по крайней мере, в том, что касается анафемы гаджет. Примите это как знак того, что нужно себя немного побаловать. Можно и себя побаловать, а можно и других тоже как-то вызвать у них некие эмоции. Вообще, вы знаете как, рыцарь сосудов, кстати, да, он может быть именно в блестящих доспехах каких-то, с позитивной точки зрения, когда предстает. Но здесь вот в перевернутом положении его позиционируют как неудачливый человек и прочее. Но неправильная эта трактовка, то есть однобога, так нельзя трактовать арканы в прямом перевернутом положении. Паш сосудов. Тот, у кого в сердце живет мечта. Точно так же, как Мэгги, владельцы магазинов, грамм пластинок, тоскуют по Борис Тенине. Но здесь у нас без столи России не обошлось. Паш сосудов. Романтическая личность, чьи стремления еще не воплотились в реальном мире. Способность удивляться, эмоциональность. Ну да, это пажу сосудов, пажу кубков. Да, здесь, конечно, свойственно. Но опять я, как всегда, вечером снимаю. Шел четвертый десяток минут съемок. И уже, конечно, заговариваюсь, потому что язык не всегда подключен к мозгу. Да еще и ночью. Туз сосудов. В прямое положение вы ощущаете свой творческий потенциал, артистизм, готовность к новым возможностям для самореализации и радости. Вообще, вот в жопу весь творческий потенциал. Творчество – это не масть кубков. Часто эта карта указывает на новую зарождающуюся любовь или близкую дружбу. Я имею в виду вот то, что было написано. В кубках, да, есть творческая составляющая. Она, безусловно, может быть. Художники королями кубков могут выпадать. Да, чего угодно может случиться. Но вот именно туз сосудов – это не про творческое начало. Я вообще, глядя бы на эту карту, сказала бы, что это двойка кубков. Чего у нас тут на двойке кубков? Сулит многообещающее партнерство. Романтическая, дружеская или семейная связь. У нее есть все шансы стать мощной и взаимовыгодной. Ну, в целом, почему бы и да. Тройка сосудов. Ну, то есть, я, понимаете, как я не придираюсь к отдельно взятым словам. Я в целом в направлении трактовки соглашаюсь или нет, это озвучиваю. Тройка сосудов, тройка кубков приглашает встретиться со своими близкими друзьями. Ну, да, может быть. Классное времяпрепровождение вместе. Четверка сосудов. Помните, независимо от того, поступает ли предложение от ангела или демона, вы не обязаны принимать каждую представившуюся возможность. То есть, когда говорят о том, а сколько вот у меня может быть отношений. Да, у вас может быть и 10 отношений за ближайшие 15 лет, может быть. Но будете ли вы идти каждым отношением или каждому шансу на встречу, зависит, естественно, только от вас. То есть, если у вас и кофе, и чай, и все, что там только можно расставлено на столе, это не значит, что вы все это должны выпить. Далее у нас пятерка сосудов, она же пятерка кубков. Вот, черт, вы потерпели неожиданную неудачу и, возможно, испытываете сожаление или раскаяние в садийном. Хотя такой поворот событий прискорбен, знаете, что не все еще потеряно. Возьмите пример с Мэгги, произнесите столь же необходимую для себя ободряющую речь. Ну, когда вы в состоянии пятерки кубков, что-то как-то не до каких-то ободряющих речей. Это я могу сказать точно, потому что вот в ошпи не то состояние, чтобы радостно как-то себя пытаться уговаривать. Шестерка сосудов, мы видим, что пять кружек кофе или там чего-нибудь еще выпил уже здесь у нас человек. Сосудов шестерка приглашает вас соединиться со счастливыми моментами вашего прошлого, если, конечно, вы можете вспомнить свое прошлое. Архангел Гаврил здесь у нас изображен. Перед вами предстает множество превосходных возможностей, но какую выбрать? Остерегайтесь демонов в ангельских одеждах. Не позволяйте сладкоречивым змеям и обещаниям, которые звучат слишком чудесно, быть правдой и обмануть вас. Постарайтесь увидеть все, как оно есть на самом деле. Ну, в целом, как одна из граней семерки кубков, да. Восьмерка кубков. О, Боже, вы испытываете разочарование. Неужели это ангел в вашей жизни оказался переодетым демоном? Правда, что в том, что некоторым связям просто не суждено длиться вечно. Не держите свою печаль внутри, позвольте себе по-настоящему прожить и принять свои чувства, чтобы, когда ваши слезы высохнут, полностью отпустить их. Ну, это не про чувства, хотя кубки сами, да, это чувствительная зона, это чувства в целом, как масть. Но восьмерка сосудов, она уже в основном случается тогда, когда чувства угасают и когда они на минимуме. Но никак не в страстях. То есть восьмерка кубков, это обычно не уход на нервах. Это немножечко другое. Поэтому здесь опять у нас вот радостное однобукое суждение попадается. Так, далее у нас здесь девятка сосудов. Ах, какое блаженство! Вы чувствуете себя абсолютно счастливым, эмоционально наполненным и довольным. Ну, да, по девятке кубков есть такое дело. Десятка. Поздравляю, аллилуйя! Ваши молитвы были услышаны, независимо от того, молились ли вы об идилическом совершенном рае в виде домашнего очага, настоящей любви или о чем-то более земном. Карта символизирует удивительно благоприятный исход. Радуйтесь и наслаждайтесь. Но карта вообще не только об этом. Здесь карта о взаимоотношениях. Как раз где нужно про взаимоотношения сказать, не говорят в описании. А где не нужно, там очень много этого напихивают. Далее у нас король демонов. Ну, здесь смотрите у нас нюансик возникает. Демоны это у нас стихия воздуха. То есть это мечи у нас. И они красными сделаны. Ну, вообще есть те колоды, в которых позиционируют мечи как огненную масть. Но мы-то знаем, что вообще это масть воздуха. Хотя к огню имеет отношение, потому что здесь символикой является металлический предмет. Поэтому демоны это у нас мечи. Король демонов. Хотя можно было бы сказать, я бы вот сказала, что это король жезлов. Если бы посмотрела, если бы мне не объясняли, что это за масть. Подобно Вильзеву, предводителю сил ада, король демонов собранный, свирепый, решительный лидер, который может показаться холодным и расчетливым. А теперь оцените Стёб. Эта персона обладает умом и мужеством. И советует вам использовать логику при принятии решений. Почему? Потому что демон мух. Мухи вот они, кружат вокруг. Хорошая отсылочка такая. Королева демонов. Готовьтесь у нас, королева мечей. Видеть себя иногда в раскладах вот в таком обличье. Подобно уверенному в себе, хладнокровному и собранному владеющему мечом всаднику апокалипсиса войне, королева демонов серьезная фигура, чья примольнение испугает других. Ну, я вам скажу, что да, королева мечей, она может в определенные моменты реально испугать. Вот здесь, видите, по мечам хотя бы не такие однобукие даются трактовки. Рыцарь демонов. Сосредоточенный, ориентированный на действия, амбициозный. Человека, подобный безупречно одетому адскому мастеру Шакс. Эта карта предупреждает, сейчас вы не должны допустить, чтобы что-либо отвлекало вас от активного достижения вашей цели. Но опять они не затрагивают ключевую особенность, ключевое значение рыцаря мечей. Что за особенность у нас у рыцаря мечей? Пишите. Далее у нас Паш Демонов. Картина отражает характерные черты неумелых, жадных книготорговцев Хармони и Глази, а также военного офицера Греты Кляйншмидт. Они амбициозны и преданы своему делу, но не способны успешно осуществить свой подлый план. Ну, знаешь, знаете, вот горстка долбов, вот у меня возникают такие ощущения. Такая веселая карта, конечно. Опять же, видите, напомню, что несмотря на красный цвет, это не жезлы, это у нас мечи, это воздух. Туз Демонов. Наконец-то это ваш момент истины. Воспользуйтесь им и проведите масштабный мозговой штурм. Ну, может быть, кстати, да, какие-то идеи осеняющие, но это больше, конечно, в сочетании с тузом жезлов должно быть. Далее, Двойка Демонов. Олицетворяет трудное решение, которое предстоит принять. Кроули сталкивается с аналогичной дилеммой, когда его враг Гавриил появляется в книжном магазине Азера Фаэля, уязвимый и нуждающийся в помощи. Далее у нас Тройка Демонов. Давайте вот так, чтобы поближе было видно. Прискорбный факт, даже самые лучшие непостижимые замыслы порой обречены на провал. Хотя вы чувствуете себя преданным и разочарованным, ваше сердце не будет разбито навечно. Дайте себе время, необходимое для того, чтобы оплакать вашу потерю. Ну, можно так трактовать, в принципе, Тройку. Четверка Мечей Демонов. Опять же, она же советует вам вытянуть ноги и расслабиться. Поднежьтесь в теплой ванне или воспользуйтесь увлажняющей маской для лица. Впереди жестокая битва. Вам нужно сделать все, что в ваших силах для того, чтобы восстановиться и подготовиться ко всему, что грядет. Ну, очень однобокая, опять же, трактовка. Четверки Мечей. А если у вас копье в сердце торчит, это что-то, да? По состоянию это тоже может быть четверка Мечей. Пятерка Демонов у нас предстает. Пятерка Мечей символизирует сражение, конфликты и войну. Но действительно ли все это необходимо? Возможно, силы ангелов и демонов равны. И из этой затеи не выйдет ничего хорошего. Если вы понимаете, что победа недостижима, наступите на горло своей гордости и заключите перемирие. Вообще, Пятерка Мечей не про перемирие. Она неправильно здесь истолкована. Да, ничего хорошего может и не выйти. Но про заключение перемирия, когда здесь советуют, да? Вот как совет воспринимают Пятерку Мечей, даже близко нет. То есть не вздумайте так трактовать, если вы купите и будете книжечку читать. Шестерка Демонов. Шестерка Мечей, она же. Ну, опять же, рисунок сразу не классический. То есть сама ситуация нарисована неправильная. Демонов обозначает какой-то сдвиг, но шестерка. Или переход. Возможно, вы переживаете серьезные изменения в своем мышлении или чем-то другом. Так. Настало время подойти к стойке регистрации новых постояльцев ада. Но ясно лишь одно, этот опыт вас преобразует. Но они опять, понимаете, здесь вот скорее отсылка к реке Стикс в таком описании. Есть как к переходу. Но он опять же идет через трансформацию. То есть это описание смерти. Карты смерти. Тринадцатого Аркана, но не шестерки мечей. Так. Чего-то ради вашего будущего. И траля-ля. Семерка демонов. Похоже, что вы ставите во главу угла потребности и желания других людей в ущерб своим собственным. Ха-ха-ха. Да, конечно. По семерке демонов. Ага. Если вы чувствуете себя измученным и подавленным, эта карта советует вам успокоиться и на сей раз сделать свои собственные интересы приоритетно. Да сейчас прям тру-ля-ля. Семерка мечей. Это что за карта? Это вообще символ чего? Одним словом можно написать. Вообще неправильное понимание авторам семерки мечей. Какое у нее значение, я неоднократно уже говорила и в виде поговорок. То есть сейчас может кто-то предъявить, потому что у нас предъявляющих в последнее время много. Каждый хочет показаться экспертом, но не получается. Экспертировать ничего, кроме собственного туалета и дивана. Поэтому, если кто-то не в курсе, как трактуются Арканы, вы можете просто плейлиц с моими обзорами открыть. В частности, по истинно черному тару трублэк посмотреть обзор в первую очередь. Для того, чтобы вы понимали суть Арканов, когда я очень много говорю о каждом. Сейчас обзор и так достаточно длинный. У меня еще индивидуальные расклады. Поэтому я не могу долго рассказывать классику по каждой карте. Потому что все уже сказано мной раньше. Поэтому только эту колоду рассматриваю. На первый взгляд, ваша ситуация ужасна. Действительно ли она настолько безвыходна, как кажется? Карта говорит о том, что ваше восприятие это затруднительное положение, которое сдерживает вас больше, чем само положение, в котором вы оказались. То есть здесь восприятие хуже, чем то, что происходит вокруг вас. Это всепропальщики, всепропальщики, ческие такие вот настроения. Девятка демонов, девятка мечей. Беспокойство. Но вы еще не скатились за грани отчаяния и паранойи. А что это они скатились? Если особенно рядом луна выпала, очень даже скатились вполне себе. Правильно расставьте приоритеты и найдите лучшую перспективу. Да вообще девятка мечей не про приоритеты. Причем здесь приоритеты по девятке мечей. Возможно вам поможет рожок мороженого с друзьями и расслабляющая прогулка по лесу хокбэка. Ну да, конечно. Девятка прям вот она про то, чтобы собраться ночью, желательно в херовом районе выйти погулять. Вот прям про это. И прямо вот она про мороженое, чтобы мороженое поесть. Бред силой кобылы, конечно, здесь описание девятки мечей. По мечам у нас, видите, то ли растие запада доходит порой до такого состояния, когда они для того, чтобы какой-то негатив не сказать, они начинают все вот это плавать, обличать какими-то высказываниями абсолютно несоответствующими действительности. Поэтому вообще я бы не советовала сильно ориентироваться сейчас на современных западных авторов. Потому что они вам такой прелести напишут в мануалах. Вы чувствуете себя так, словно вам нанесли удар ножом в спину? А что это у нас? Десятка демонов? Разве десятка мечей про удар ножом в спину? Ну да, там в спину воткнуты 10 мечей на классике, но это не про удар ножом в спину. Это про более тяжелые обстоятельства, которые могут быть... То есть вы и в честной борьбе можете пасть, и вас могут победить, и натыкать вам ножей. Но это не удар мечом в спину, потому что про подлость это вообще другие арканы. И мы их уже посмотрели в этой колоде, по крайней мере. Ой, ладно, давайте не будем грустным. Что-то начали за здравие, заканчиваем как обычно. Только похвалила автора, который написал мануал. И он по ходу мануала сразу преобразился. Масть людей. Ну то есть это у нас Пентакли. Масть людей. В принципе, вот этот оттеночек желтенький, он неплох. Но можно было здесь зеленого больше добавить. Все-таки к Пентаклям идет этот цвет. Возрадуйтесь, король людей олицетворяет успех и изобилие. Ну да. Подобно Иову, вы создали прочное основание благосостояния для вашей семьи. Пришло время наслаждаться плодами усилий. Да не факт, что это время наслаждения плодами усилий. Это просто человек состоятельный. Вообще фигурные карты трактуют плохо. Однозначно плохо. И в большинстве случаев многие авторы колод не очень хорошо понимают. И здесь, видите, для того, чтобы не говорить о конкретных людях, говорят о ситуативном значении данной карты и тоже не совсем попадают с ним. Королева Пентакли у нас. Подобно анафеме Гаджет. Ну это персонаж такой. Вы ни в чем не нуждаетесь. Хотя ваше богатство, возможно, не передавалось по наследству, как мудрость предка пророка 17 века. Очевидно, что вы живете хорошую жизнь. Вы не забываете о своих обязанностях, одновременно с этим уделяя внимание уходу за собой и собственному комфорту. Ой, ну ладно, здесь про ситуацию, не про фигуру. Не хватает фигурных описаний, архетипических. Понятно, что архетипы это старшие арканы все-таки. Но типирование по картам фигурным, оно тоже имеет место быть и оно очень имеет большое значение. Рыцарь Пентакли здесь у нас. Подобно миссис Хендерсон, трудолюбивому и деловому театральному импресарио. Вы, средоточие профессионализма и всегда выполняете поставленные цели до конца. Да вообще не про профессионализм. Рыцарь Пентакли это не про профессионализм. Это вообще другой аркан. Опять в лужу пернули. Паш людей, паш жезлов. Ну паш такой, конечно, на пажа не тянет. Ой, бедняжка Элспет. Она делает то, что должна делать для того, чтобы выжить, даже если эта работа, разграбление могил, неприятна и довольно опасна. Эта карта советует вам обратить внимание на возможности зарабатывания денег, которые сейчас окружают вас повсюду. Блестящая композиция, специфическая трактовка. Туз людей предлагает новые захватывающие возможности для достижения материального благополучия. Из пепла неудачного предприятия или монастыря, сожженного дотла бессердечным демоном, может вырасти что-то новое. Берите пример сестры Мэри Таратуры и ищите неожиданные возможности для предпринимательства. Ну, Туз Пентакли, он по сути про шансы, но не факт, что это шанс на предпринимательство. То есть надо так однобоко тоже судить, потому что зачастую это просто подарок, это просто какой-то хороший шанс, который свалился на голову. Это не факт, что про предпринимательство. Как раз таки для того, чтобы получить Туз Пентакли, работать или шоу-то предпринимать сильно и не надо. Двойка Пентакли. Баланс между работой и личной жизнью. Ну, как один из балансов, да. Как может подтвердить Аташе по культуре Тадеуш Даулинг, который порой бывает одновременно следить трудно за тем, чтобы ваша семья получала необходимое внимание и при этом выполнять свои рабочие обязанности. Ну, это как один из пример балансировки, да. Но это не основа. Иногда это попытка распределить больший ресурс на несколько каких-то целей. Тройка людей, тройка Пентакли у нас. Олицетворяют сотрудничество и синергию. Вы объединяетесь с другими, чтобы создать что-то особенное и прибыльное. Это имеет шансы на успех. Ну, тоже, если про работу, нормальная трактовка. Четверка людей. Упорно, усердно работаете над созданием стабильности в сфере финансов и личной жизни. Это отличная важная цель. Но будьте осторожны, чтобы не стать слишком эгоистичным или скупым в процессе ее достижения. Херню написали, конечно, благополучно. Ничего не работает этот человек по четверке Пентакли. Где вы видели вообще там хоть какое-то действие, работу на этой карте? Чушь-чушь, конечно, написано про этот аркан. Это сбережение, сохранение, но ни о какой работе там речи не идет. Пятерка людей. Пятерка Пентакли. Жизнь штука тяжелая. Возможно, вы потеряли работу или неожиданные расходы поставили вас в затруднительное финансовое положение. Ясно, что ситуация сложная и вам трудно понять, как из нее выпутаться. Не сдавайтесь. Ну, сама пятерка людей, она не является советом не сдаваться. Это другие карты. Но она показывает необходимость того, чтобы что-то изменить. Конечно, быть более уверенным, все-таки как-то барахтаться лапками. Но как совет, она скорее скажет вам о том, что отдай и успокойся. То есть, если ты за что-то борешься, не надо за это бороться. Сокинь ты в рожу, получи убыток. Но иди уже своим путем, спасайся как-то другими целями. То есть, когда ты бежишь из горящего дома, нехер копаться и искать свой любимый шампунь, чтобы взять его с собой. Лучше его потеряй и все. Шестерка людей, но это шестерка опять же Пентакли, советует вам вспомнить о своей человечности. Помогайте тем, кому повезло меньше. Ну, хорошо. Дальше читать не буду. Нормальная трактовка. Далее у нас семерка людей. Она же семерка Пентакли. Упорный труд и целеустремленность обеспечат долгосрочный успех в будущем. Как и предприимчивая Мэгги, вы увлечены своей работой. Да какая жопа работа по семерке людей? Вот я уже прямо ругаться хочу. Потому что вроде человек занимается Таро. И я никоим образом не даю отсылку, что есть определенные особенности. У человека молодец, что не теряет какой-то жизненной силы, интереса. В таком состоянии просто красавчик. Автор, что является автором этих колод, которые она выпускает, автором книг. Она достойна уважения. Но просто вот это рукожопство по трактовкам, которые даются, ведь одни из самых простых арканов. Какое вообще слово, одним словом можно обозначить семерку Пентакли? Причем здесь работа? Восьмерка людей, восьмерка Пентакли. Повторяющиеся задания, например, поиска вырезания из газет заметок. Под потенциальными зацепками, которыми занимается сержант Шедвелл из поиска ведьм. Ведь могут быть скучными, но это ваша плата за будущий успех. Почему обязательно они будут однообразными и скучными? Если нет дополнительных арканов подтверждения скучности и однообразности, то никакого такого значения восьмерка не имеет Пентакли. Наоборот, это работа увлекательная. Это может быть в том числе ремесленный какой-то труд. Но это не про однообразие. Не всегда про однообразие. Это про работу. Она может быть однообразной, может не быть ею. Это не является отличительной чертой восьмерки Пентакли. Девятка Пентакли предлагает вам просто пожить, как и основатель общественного патруля. Тайлер, вы усердно трудились и всегда оставались бдительными, превосходно выполняли свой долг. Сделайте перерыв, насладитесь комфортом. Да причем здесь вы работали, вы там что-то достигали. Девятка Пентакли совсем не говорит о том, что вы это заслужили, что вы это заработали. Она говорит о фактическом положении на сегодняшний день. А каким образом оно, допустим, Пэрис Хилтон, до хрена денег, она что, чего-то из... Ну понятно, что там человек делает что-то всю жизнь, но когда она, допустим, 20 лет была там блондинкой в шоколаде, правда к другой блондинке, да, сейчас получилась отсылочка, то вообще там не было того, что человек заработал. Но девятка Пентакли в ее жизни была. Поэтому, ну вот неправильное понимание, либо косячный перевод, я не знаю, что это. Десятка людей, потомки Агнессы, псих, настолько преданы ее превосходным и недвусмысленным пророчествам и советам, что смогли извлечь из них немало выгоды для себя. Призывает вас обратить внимание на комфорт, стабильность и изобилие, которые вас окружают, и выразить свою благодарность за все это. Сейчас вот я еще замечаю одну чушь, которая в европейских, в западных странах нагнетается как понятие изобилие. Вот и это слово, оно пихается везде, точно так же, как благодарю, принимаю вот эти вот все. Что ты там принимаешь, нагрудь ты принимаешь или что? Вот та же самая история, она, да, что-то меня бомбануло маленько под конец. Но это просто уже устало, хочу работать и спать. Ну ладно, иначе бы обзора вообще не состоялось, если бы я не начала это делать ночью. Впрочем, все как обычно. Я могу сказать вам следующее. Вот началось неплохо, старшие арканы очень неплохо, тоже даны по ним трактовки. По мечам, вот те загвоздки, стоит обратить внимание и не использовать трактовки из мануала по некоторым картам. По пентаклям беда бедовая, хотя пентакли, конечно, одна из самых легко трактуемых мастей. И вот здесь вот беда и совсем. Надо, конечно, по классике трактовать, но учить. И не смотреть вообще на вот эти картинки, которые здесь даются, потому что они не соответствуют воспроизведению классики. Я когда покупала колоду, естественно, я знала, да, что да, эта колода, просто она мне приглянулась. Мне понравилось оформление, мне понравилось, что это качественно все подается. Потому что мне нравится, чтобы помимо колоды еще и было оформление хорошее. Потому что я в коробках, например, храню колоды. И мне это удобно. И мне понравилась достаточно яркость цвета. Хотя и темная, конечно, колода по своей сути. Потому что произведение такое, да, из черного, темного такого, скажем так, отсека. Даны расклады здесь, далее в колоде самопознание Гавриила, об авторе, чуть-чуть дилемма доктора и прочее. То есть здесь тоже отсылка к каким-то ситуациям, которые были в сериале и в книге дается. И, соответственно, по ним, по их мотивам отображаются здесь расклады. Кстати, расклады неплохие. Я даже пробно один из этих раскладов делала. Мне понравились результаты. То есть вполне адекватная постановка вопросов там есть. Ну, а у нас что? А что у нас здесь? Император, да, конечно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим с вами. Три совета сделаем. Потому что время записи поджимает, чтобы еще не склеивать один вариант. Вот такая вот красота. Давайте посмотрим. Подряд будут открываться у нас советы. Первый совет вам. Это, ну, во-первых, смотрите, здесь такая история, что вам, скорее всего, исходя из трактовок этой колоды, вам нужно посмотреть на какие-то необычные варианты решения вашей проблемы. Может быть, даже отправиться за ними в какие-то физические моменты путешествия. То есть если вы выбирали что-то по интернету, то и не нашли или нашли несколько вариантов, не можете выбрать, то отправляйтесь ножками в магазин для того, чтобы в магазине выбрать из того, что имеется. Для чего? Для того, чтобы ощутить, потрогать, понять, лежит ли к этому душа. И тогда для вас это станет гораздо более эффективным решением, нежели просто получение информации. Для того, чтобы вам выбрать что-то и получить информацию доскональную, вам нужно не только увидеть, но и почувствовать, ощутить энергетику вещи, потрогать ее. В вашем случае это наиболее рациональное решение вопроса и наиболее позитивная перспектива развития ситуации. Также здесь для кого-то будет история о том, что вы обещали съездить к родителям или к кому-то из старших, кто вас может ждать достаточно давно и чего-то свою попу туда не донесли. Свои красочные лотосные ягодицы. Поэтому сделайте это обязательно, ибо обещали, человек ждет. Либо если вас пригласили, не отказывайтесь от приглашения, а поезжайте туда, куда вас позвали. Конечно, если это не к черту на куличке. Обратитесь внутрь себя. Иногда полезно побыть в одиночестве. Кого-то одиночество напрягает, для кого-то одиночество это наказание. Но у вас сейчас та ситуация, когда одиночество может стать определенным спасением для вас, для того, чтобы принять правильное решение в ситуации. Не пытайтесь советоваться с кем-то, идти что-то прояснять. Примите решение самостоятельно вот в этой ситуации. Возможно, оно кому-то покажется дурацким. И вам скажут, что да не, Костик, что ты дурак какой-то, ты как-то странно вообще мыслишь. Но даже если это будет дурацкое решение, оно будет ваше. И вполне возможно, все через какое-то время удивятся тому результату, который вы получили. Третья позиция. Кому-то время на пицца прямо пришло так вот, кому это актуально, кому это не актуально. Это принятие решения без достаточно большого количества информации. То есть здесь вам может быть страшно. Вы можете думать о том, могу ли я идти дальше, могу ли я на базе того, что я имею по поводу данной ситуации, принимать это решение. Да, оно будет трудным. И да, сама ситуация трудно разрешимая. Но вы можете принять это решение, и оно будет вымученным. Оно будет, конечно, сложным. Оно может дастся. Вам весьма и весьма трудно. Но оно необходимо. Это из области, когда из двух зол выбирают меньшее. И может быть, не принятие вами никакого решения будет гораздо хуже, нежели принятие решения неудачного. Поэтому попереживайте, сожмите ягодицы и действуйте. Потому что здесь такая история. Вы можете в заранее проигрышной ситуации начать действовать. И само проведение даст вам шанс на то, чтобы то, что казалось безнадежным, разрешилось с пользой для вас. Такая вот, друзья, у нас история. Колода необычная, колода интересная. Хотелось бы узнать, ждете ли вы ее в общих раскладах. Понравилась ли она вам. Вообще ваши мысли об этой колоде, об арканах. Какие можете, если вы смотрели, да, вот как раз таки сериал. Или если вы читали произведение само «Благие знамения», то тоже ваши мысли, может быть, по поводу персонажей более расширенно. Хотелось бы тоже услышать. Потому что это поможет и мне, в том числе и в индивидуальных, и в общих раскладах. И затем трактовки давать максимально точные по этой колоде. Я всем желаю удачи и благополучия. До встречи. До свидания.